Герой второго отделения жив и здравствует. 17 февраля ему исполнится 80 лет. Его зовут сэр Карл Дженкинс, он уроженец Уэльса, сын органиста. В молодости был рок-музыкантом, потом зарабатывал на жизнь написанием музыки к рекламе. Особенно ему удавалась реклама алмазов. Серьезную славу Дженкинсу принесла месса, которая называется «Месса мира, вооруженный человек». Вообще русское слово «мир» идеально подходит для описания и этики, и эстетики Дженкинса. Свой стиль он определяет как world music, мировая музыка, а главной идеей своей жизни считает миротворчество. В меру сил пытается удержать человечество от новых войн. Реквием он написал в 2005 году, тогда же состоялась премьера в Великобритании, и по неизвестной мне и интригующей причине премьеру сыграл филармонический оркестр западного Казахстана. Но самый главный хит Дженкинса — это, конечно, концерт для струнного оркестра «Палладио», посвященный итальянскому архитектору. Вы совершенно точно слышали эту музыку много раз, а если вы бываете в метро, то слышите ее постоянно в исполнении струнных ансамблей где-нибудь на Курской. В интернете эту музыку очень часто подписывают именем Антонио Вивальди. И не без оснований. У Вивальди и Дженкинса есть общее свойство. Оба стремятся создать в каждой пьесе яркий, запоминающийся, свежий звуковой образ. У Дженкинса это доходит до такой степени, что его работу хочется назвать композиторским дизайном. Реквием Дженкинса — это 13 дизайнерских картин. Особенно врезается в память вторая — Диас Ира, День гнева. Это техномузыка, убийственно-квадратная, и хор в этом номере как будто расчеловечивается, изображая ад. Дженкинс использует не только латынь, но и еще один далекий от среднестатистического современного человека язык — японский. Он совмещает канонический текст реквиема с японскими хайку, посвященными смерти. Например, таким. «Прощай, я исчезаю, как исчезает все, подобно росе на траве». Ясно, что Дженкинс хочет сопоставить западное и восточное восприятие смерти. Голосом западного мира становится Болторна, а голосом восточного — японская флейта Сякухати. Поначалу два мира кажутся несовместимыми, но в десятом номере реквиема они сойдутся в единое целое. Там будет звучать и японский, и латинский текст. Понятно, что идея Дженкинса экуменическая, а еще точнее глобалистская. Это глобалистский реквием, который довольно точно отражает нашу сегодняшнюю реальность. И хотя Дженкинс использует чуждые среднестатистическому человеку языки вербальные, японский и латынь, музыкальный его язык как раз очень близок и понятен массовой аудитории. И я думаю, что реквием Дженкинса тоже может быть терапией. Есть в психологии такое понятие — отвлекающая терапия. Вот здесь именно такая партитура у Дженкинса получилась. Этот реквием полон жизненных сил, он источает аромат, он сияет как алмаз, и даже страшная часть Диэс Иры вызывает грешное удовольствие. Карл Дженкинс, реквием в 13 частях. Исполняет Национальный филармонический оркестр России, академический большой хор, мастера хорового пения, солисты Анна Аглатова, Виктор Скоробродов, Евгения Курова, Анна Немзер и Ангелина Зеленская. Дирижер Владимир Спиваков. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Ибо все вещи подобны росе на траве» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Спасибо. 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 Спасибо.